всем привет ребят сегодня доводились утята у чайки помните чайка сидела вот здесь но он не потом вот это белая которая сидела здесь отжал в него гнездо и чайка пересела в соседние там какая-то утка неслась и чтобы чайка не сидела долго я очень хотел чтобы она водила я их яйца на поменял местами то есть чайкины яйца отдал ей почему она чайка потому что она мулардиха и вот те две белые которые ходят по двору очень на них похожи ну и эту хоть она и серая начал называть тоже чайка и она вывела уже утят было два яйца из ведь ну вечером еще проклюнутых сейчас вывод закончился и я очень хотел чтобы она у меня водила утят поэтому сейчас я приготовил для нее место и сейчас я ее буду забирать с малышней малышня тут уже скачет с одного с одной от одной мамки к другой и в общем он они уже такие активные вот это вот это мулардиха вы часто мне говорите что ну спрашивайте или пишите я не знаю как кто как пишет по-разному что мулар даже бесплодный как она вывела и как она вообще получилось если муларды бесплодные откуда не берутся муларды это гибрид межвидовый между мускусной уткой мускусным селезнем то есть и крякающей уткой пекинской у меня есть белый пекинский у так 153 и он топтал мне мускусных и поэтому у меня получились вот такие разноцветные муларды она вывела утят не из своих яиц а из эндоутиных то есть я и просто когда она села подложил эндоутиные яйца чтобы сразу в одном видео все показать я вам сейчас покажу для сравнения смотрите вот эндоутина и яйцо муларда яйцо муларда чуть крупнее чем перепелиная такого размера как несут карликовые уточки он завис утенок видите карликовые курочки я имею ввиду вот это эндоутина а вот это яйцо муларда все ну а сейчас давайте ловить и пойдем на второй двор и я вам хочу по пути так как у меня подписчиков становится с каждым днем все больше и больше и новые зрители которые приходят спасибо вам большое за то что вы подписались к часто мне задают вопрос как понять что ты заканчиваешь съемку вечером и говоришь все пока мне пора ехать домой но сейчас я вам это все по пути разъясню ведро для утят приготовили сейчас выберем утят возьмем чайку мамочка все 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 ой какая умничка какая умничка 4 5 6 тихо тихо моя хорошая 7 8 9 10 все 10 у тебя деток да нет 11 все теперь берем аккуратно маму 11 сейчас мне нужно взять аккуратно маму секундочку секундочку ребятки не хочу монтировать секундочку вот так и вот так теперь мы сможем с вами поговорить пока будем идти на второй двор уже я еще раз повторюсь что очень много задаете вопросов по по личным и мне не сложно отвечать нет мне не то что не сложно отвечать мне не тяжело ответить на эти вопросы то есть я не скрываю там не возраст не где живу вообще ничего такого поэтому сейчас я вам хочу немножко рассказать о себе мне 32 года и я женат у меня есть почти десятилетний сын мне 33 будет в августе а сыну будет 10 в сентябре так что вот ванюшка покажи что ты тут построил стол вот построила с саморезами скрутил домик вот тут на песку они в общем играются вот тут разными и такими мне кажется они ведут себя вот деревенские дети часто ведут себя даже в наше время как как мы как дети 90-х годов то есть когда не было ни гаджетов никаких не телефонов не планшетов то есть вот мы тоже занимались строили халабуды все такое и вот и наши детки сейчас так себя ведут что я вам еще хотел сказать смотрите вот только что утку я взял это двор тещи то есть это двор тести и тещи мы одно время жили с ними но уже почти три года мы живем отдельно в своей квартире квартира находится в 3 километрах от этого населенного пункта это морозовка а мы живем в савинцах и я езжу на машине поэтому расстояние не кажется таким таким уж прям длиннющим вот так а это двор мой но не ругайся не ругайся я его купила в 2013 году чтобы посадить 10 сад есть в доме живут свиньи настоящие не люди свиньи а свиньи настоящие и цыплята там еще кто-то вот это бегает такая девчуля так что это не жилое помещение здесь мы никогда не жили никогда не планировали жить если даже будем когда-то думать что мы будем здесь жить будет строиться новый дом но сказать вот и засрал этот дом такое тоже часто пишут но не жили бы мы в нем никогда переночевать через двор живет теща через улицу прямо на этой улице вот через дорогу живет дедушка марины николай яковлевич то есть здесь есть два жилых домов которых мы если нам надо будет переночевать так что этот дом никогда бы нам не природился поэтому в нем живут животные так что вот так вот здесь где жили все все девочка давай иди где жили цыплята теперь будет жить чайка иди иди к мамке иди 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 еще очень часто задаваемый вопрос почему я в кадре всегда сам жены совершенно не видно и она мне не помогает жена работает 6 дней в неделю мастер маникюра работает с 7 утра и до 7 вечера когда ей помогать и вот этот населенный пункт морозовка находится посредине нашей квартиры ее работы поэтому ей заезжать сюда некогда потому что я думаю что многие знают чем занимаются женщины жены у которых есть муж и ребенок то есть она стирает дом она убирает она готовит еду так что этот вопрос тоже не должен у вас крутиться в голове и я думаю что я попытался его вам разъяснить то есть это моя работа и я ею занимаюсь сам так что вот так ой ой умничка мама но и думаю что я попытался ответить на очень много интересующих вас вопросов как что-то же с женой мы одногодки мы обои восемьдесят седьмого года и нам по 33 года в этом году поэтому разницы у нас у нас возрасте нет то ребенок у нас один ему 10 лет и мы уже живем вместе почти 13 лет в сентябре будет в августе будет 13 лет вот так ну все чаечка всю моя девочка как страшно тебе до защищать деток 11 малышей каких красивых у тебя вот мне нравится что утки не разгребают сено но очень разливают воду то есть у каждого вида птицы свои свои проблемы если утки разливают воду воду то куры разгребают все подряд то есть и вы меня часто спрашивали с какой птицы начинать да это по настроению и по собственному желанию то есть кому-то один вид птицы нравится кому-то другой вот умничка видите это вот муларды наоборот как эта у . то есть они если обычные муларды когда мускусный селезень топчет крякающую утку пекинку то получаются муларды одинакового размера и самцы и самки это муларды наоборот когда пекинский селезень топтал мускусных уток и тогда получается что у такие большие а уточки маленькие ответе это у . она манюсенькая ну хватит 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 твой защитница моя девочка хорошая да ну вот так и да все 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 я не буду больше теперь есть поставил может сегодня уезжаем на море я и поставил вот такую 10 литровую поилочку и такую же большую вот наверное 6 литровую кормушечку бункерные и все сейчас закрой сеткой чтобы она не вылезла потому что она может вылазить и за собой их звать вот умничка все у меня еще много дел и в конце дня я вам еще за сниму одно видео ну а сейчас пока заканчивая девочка а это какая маленькая мамулечка да кстати еще одна мулардиха у меня сидит беленькая ну все все не буду тебя тревожить все надо уходить она подойдет к воде и утяток подведет вот так всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока всем пока Продолжение следует... 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 Продолжение следует...